Баба Наташа, а что это такое тихий подвиг? Ну, как тебе объяснить, что это такое тихий подвиг? Вот тихий подвиг совершила моя мама, что она нас во время войны два года берегла в концлагере, охраняла нас. Потом, после войны, в это время, когда нас освободили, оказались наши русские солдаты. И вот я подняла голову, они на лошадях, и один меня взял и посадил прямо себе на лошадь. А я кричу, где мой папа, где мой папа? Он говорит, найдешь, дочка, найдешь своего папу. Вот он так сказал. Потом нас привели на этот хутор, и на этом хуторе там были все командиры. Они говорят, что до села, до деревни идти очень далеко, несколько километров. Но идет обоз, наши едут солдаты, и вы идите только по дороге. Вы никуда не сворачивайте, потому что еще остатки немцев бродят в лесу, и вас могут расстрелять. И вот мы так по дороге все время шли. Вот, потом пришли. Ну, и тут вот нас зарегистрировали, и мы поехали там. И когда мы были больше, уже до Польши мы доехали, сидели на вокзале, нас должны были уже в Россию отъезти. И в это время загромыхали пушки прямо на железной дороге, на платформах, стреляли. Такая паника поднялась на вокзале, все люди кричали, думали, что снова война началась. А тут радио объявляет. Это было 9 мая, День Победы. И вот так мы приехали домой.